Это как квест комната. Страшно. Тут написано, не ищи, я найду тебя. Чего-чего-чего? Почему так страшно? Перевела я, звучала Кадзе. Приятного просмотра. О, Зелайн, давно не виделись. Здрасте. Много времени прошло. Верно, но совсем недавно мы с тобой вместе тусовались. На часок. Чусок. Мы были вместе. Чусок, да. О, VR-то так забавно. То время. Было весело. Меня тошнило. Правда, правда. Меня укачало тогда. Да, меня тоже. Когда играл VR, я вроде чувствовал движение. Я ничего не делал, но чувствовал, что двигался. Вверх и вниз. А я, я не прыгал. Я просто высоко поднимался в игре. Но я мог это почувствовать. Точно. Если мы в будущем съедемся, то я сделаю игровую комнату Феликса. Большая, большая комната, типа этой. И там будут VR-очки. И будет, типа... Окей, поехали. Я хочу купить VR. В будущем? Если VR станет более продвинутым, да. Если мы купим VR, будет и правда очень весело. Мы можем тренироваться и играть в боулинг через VR. Я хочу VR, благодаря которому можно будет заниматься. Когда ты начал играть? Играть? С самого рождения. Это как отдельный мир, в который ты можешь сбежать. Ты так не думаешь? Да, я чувствую, что это не настоящая жизнь, а это очень... Очень... Как это сказать? Это открывает другой... Другой способ мышления и измерения. Есть так много разных игр, типа стратегические, или просто для веселья, например, стрельба, или типа такого. Все что угодно. Но в целом, я думаю, что игра это способ познавать. Когда я был маленьким, родители мне говорили, хватит играть в свои игры, учись прилежнее. Я учился, но... Типа, я же учусь, почему вы мне не разрешаете играть? Это всего лишь игра. Почему вы не понимаете? Родители никогда не понимают. Но... Я тоже любил играть. Но сдерживал обещания, дано родителям. Ты делаешь все домашнее задание, а потом идешь играть. Так что я всегда заканчивал с домашкой и садился играть. Но они все равно меня ругали. О, серьезно? Да, есть такое. Я вот играл в игры даже если не учился. Но, конечно, я занимался. Но когда играешь в игры, иногда пересекаешь черту. Вот тогда мои родители уже ругали меня. Точно, точно. Но это весело. Извините. Но не то, чтобы мы играли, не задумываясь. Точно. Нам нужно строить план и следовать стратегии, что доставляет удовольствие от игры. Точно. Например, я думаю, что игры помогают. Типа, как мы сказали ранее, это другое измерение, в которое мы можем сбежать. Мне очень нравится игра Overwatch. Я заканчиваю работу и иду играть. Но пока я работаю, я думаю, если я все быстро закончу, то смогу вернуться в общагу и поиграть в Overwatch. Из-за этого я сфокусирован на своей работе. Приходя в общагу, это как приз. Это мой приз. Я играю и сплю. В уходе, это отличный день. У меня много мыслей. Из-за игры? Начиная от игры и заканчивая, что я сейчас делаю. Не знаю, например, написание лирики. Слушая музыку, я думаю, что я делаю. Я начинаю думать о своем образе. Моя жизнь. Я думаю о том, каким меня видят. Я начал слишком много думать. Не знаю, все ли у меня получится. Вот так. Так внезапно? Да, точно. Мы говорили об играх и внезапно начали говорить о серьезных вещах. Просто то, что я пытаюсь сказать, я наслаждаюсь играми. Но иногда я переосмысливаю. Что я делаю? Ты думаешь, правильно это или нет? Ты об этом. Игра и моя жизнь, это разные вещи. Я вспоминаю и думаю об этом. Вспоминаю и думаю. Это то, что я хотел сделать? Получается, что ты сожалеешь об этом? Конечно. Когда ты сожалеешь? Если начинаешь так дома, то ты приходишь к негативным вещам. Конечно, ты начинаешь с... Подождите, зачем я это делаю? Это то, что я должен делать? Но если ты снова об этом подумаешь, ты можешь прийти к другому мысли. Типа, это то, что я делаю. Это причина, почему я могу это делать. Так что, если это причина, тогда я могу делать то, что я делаю, наслаждаться этим. Вот так ты можешь думать. Точно. Помнишь, я тебе как-то рассказывал, что оно очень доказано, чем больше ты думаешь, тем более негативно ты мыслишь. Вот что они говорят. Вот поэтому и говорят, не думай, просто делай. Такое мышление более позитивное. Во время часока, подначалом мы такие, ой, что нам делать? Феликс был полный день. Ой, я хочу попробовать VR. Или я хочу сходить в собачье кафе. Да, еще аркадные игры. Точно, тогда я был изволнован. Поэтому я не тратил время на размышления. Я просто пошел с тобой и делал то, что делаешь и ты. Было очень весело. Мы провели отличный день. Мне просто хочется найти чего-то нового. Понемногу. Ну, я не знаю. Иногда мне страшно. Из-за чего? Иногда страшно, что будет, если мой музыкальный вкус поменяется. Ну, это не важно, просто забей. Вот что я думаю. Люди меняются. Вкусы тоже могут поменяться. Людские предпочтения не вечны. Не знаю, давай предположим, что тебе нравится хип-хоп. Но, потом, внезапно ты начинаешь любить классическую музыку. Теперь Феликс любит классическую музыку. Вот и все. Так что, не будь таким нервным. Просто, не стесняйся открываться. Просто прими все это. Это намного проще для себя самого. Я надеваю наушники и... Никому не говорю, какую музыку я слушаю. В такие дни я слушаю музыку, которая играется на арфах. Арфы? Вот эти. Круто? Я... Я немного смущен. Почему? Почему ты смущен? Я не знаю. Не знаю, что могут подумать люди. Правда? Это же здорово. Правда? Если тебе нравится, то я не могу этому помешать. Не могу трогать то, что тебе нравится. Это очень... Меня интересуют новые вещи. Очень нравится. Ой, не могу никому об этом сказать. Если ты стесняешься, то не рассказывай о людям. Да, я немного стесняюсь. О, все, окей. Это то, что ты чувствуешь. Если застенчив и не хочешь раскрываться, то это нормально. Ты так чувствуешь. Я уважаю твои чувства. И когда я практикуюсь в пении, то мой голос немного другой. Когда я только дебютировал, то пел так, будто читаю рэп, голос был немного хриплый. Я усердно пел. Я... Я брал уроки вокала, и мой голос изменился и стал более высоким. Но когда я читаю рэп с хрипотой, то чувствую, что мне немного некомфортно. Чувствовал такое раньше. Тебе надо просто привыкнуть. Да, нужно привыкнуть. Потому что у тебя есть один голос, но ты хочешь использовать его по-разному. Иногда тебе нужно добавить хрипоту, а иногда ты можешь замечательно петь. У тебя очень много способов различно петь. После того, как привыкаешь, сможешь выражать себя с разных сторон. Если сможешь, то это будет очень здорово. Особенно потому, что у тебя потрясающий голос. Например, мне нравится, когда ты поешь в My Pace. Энергия твоего голоса просто невероятна. Когда я слышу твой голос через наушники, это заставляет меня начать действовать. Твой голос. Ты отлично справляешься. Просто расслабься. Все нормально. Мышление – неплохая вещь. Мышление может и не быть чем-то плохим. Но если начинаешь думать негативно, то это может повлиять на твое физическое и ментальное здоровье. Думать – это хорошо. Но тогда думай всегда в хорошем и позитивном ключе. К примеру, почему я не могу этого сделать? Не думай так. Лучше подумай так. Я не могу сделать это. Что я могу улучшить? Это очень поможет, поверь мне. У нас был шоу-кейс в Австралии в феврале, да? Февраль, точно. Мы должны съездить еще раз. В следующий раз я хочу... Хочу показать больше новых страйки. Больше? Что-то, что мы не показывали до этого. Новые выступления. Да, было бы неплохо. Я очень нервничал. Я был взволнован. Я хотел показать отличное выступление нашим фанатам. После шоу-кейса мы вернулись в Корею. И я думал, что... О, я хочу вернуться с другим концертом. Но в следующий раз я буду лучше. Я хочу показать им намного больше, чем то, что я показывал раньше. Вот о чем я думал. Точно. Здорово говорить об этом спустя долгое время. Не совсем задолгое. Серьезный разговор за долгое время. Чувствую другие эмоции. Да, мы закончили. Что ж, если надо сделать выбор... Феликс. Феликс говорит по-английски. Мы можем поговорить о старых временах. Будет весело снова немного поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова